Привет! Как вы могли догадаться по фонтану рядом со мной, сегодня мы продолжим снимать эксперименты с насосами Оскол. Если вы не смотрели мое предыдущее видео с этим, скажем так, фонтаном, то рекомендую вам его посмотреть. Ссылка на него будет здесь, а также, если вы с мобильных устройств, можете ссылочку найти в описании под видео. В этом видео я экспериментировал с насосами, новыми моделями насосов Оскол с алюминиевой обмоткой. Очень много нареканий было со стороны мастеров, скажем так, по моему мнению необоснованных. Поэтому я решил для себя поставить все точки на 2 и провести эксперименты с этими насосами, проверить их температурный режимы, в которых они работают, как долго они могут работать и так далее. Но это все я уже сделал в предыдущем видео. В этом видео я буду продолжать, скажем так, вот с этой всей установкой, с этим фонтаном. И хотел бы провести еще эксперимент в том плане, то есть при каком напряжении насосы алюминиевые запускаются. Точнее, начинают работать. Итак, кратенько, что у нас здесь есть. Значит, у нас собрана такая вот конструкция из канализационных труб. Она собой представляет, скажем так, резервуар. Данные трубы наполнены сейчас водой. Приблизительный уровень воды, ну, ориентировочно, наверное, где-то вот такой вот. Когда насосы запустятся, вода пойдет вверх, соответственно, уровень воды упадет приблизительно до такого уровня. Что нам это дает? Нам это дает приблизительно разницу уровня воды и, скажем так, верхняя точка, куда гонит насос воду, около метра. По стандарту, скажем так, по нормам, это максимальная высота, на которую насос может подключаться. То есть, фактически, вот эта разница уровня воды от нижней точки воды до верхней точки, куда насос должен ее выгнать, это максимальная высота, на которую можно подключать, скажем так, стиральную машину. Снизу у нас подключено вот здесь 14 насосов. Из них это 10 насосов с алюминиевой обмоткой. Почему их 10? Потому что именно с ними я в прошлом видео проводил основные, скажем так, эксперименты. То есть, цель предыдущего видео как раз была протестировать именно насосы с алюминиевой обмоткой. Поэтому у меня здесь 10 насосов с алюминиевой обмоткой, два насоса Oskol M231XP с медной обмоткой. Они, в общем-то, брались как эталон насоса Oskol и два насоса у меня здесь китайских. Насосы компании Lely с медной обмоткой. В предыдущем я уже ставил подобные эксперименты, в общем-то, как для себя, так и снимал похожее же видео. Но там я ставил эксперимент с двумя насосами или с тремя насосами, уже не помню. Кстати, можете его где-то здесь посмотреть по ссылочке, а также ссылка будет в описании под видео. Так вот, в этом эксперименте я опять же проверял насос китайский и Oskol с медной катушкой. И что показал мне этот эксперимент? Этот эксперимент показал мне, что насос M231XP запускался лишь при напряжении свыше 200 вольт. Приблизительно на 200 вольтах он начинал качать уже нормально воду. При этом китайский Oskol Lely с медной катушкой запускался, если я не ошибаюсь, при напряжении около 160 вольт. При этом есть, скажем так, два нюанса. Первый нюанс, когда я проводил этот эксперимент, насосов Oskol M332 еще не было, ну точнее они не производились тогда еще. О них тогда еще никто и не слышал, поэтому в эксперименте в этом они не участвовали. Ну а также есть еще один нюанс. Я тогда для этого эксперимента использовал, скажем так, электронный регулятор напряжения. Фактически мы обрезали синусоиду, то есть у нас 220 напряжения, оно идет, скажем так, по синусоиде. И когда мы уменьшаем этим регулятором напряжение, фактически мы просто отсекаем верхушки синусоиды. И у нас уже получается неправильная синусоида, а такая что-то больше похожее на трапеции с усеченными вершинами у синусоиды. Это же может влиять на работу насосов, то есть насосы у нас асинхронные, ну а для того, чтобы нормально работал асинхронный насос или асинхронный мотор, у нас должна быть правильная синусоида. Поэтому у меня все-таки оставались некоторые сомнения в правильности моего прошлого эксперимента, который, повторюсь, показал, что оскол обычный запускался при напряжении в 200 вольт, а китайский оскол запускался при 160 вольт. Чтобы в следующий раз уже не грешить на то, что мы получили неправильную синусоиду и могли получить неправильные результаты, я уже, скажем так, взял, одолжил латер такой, который мы сможем регулировать напряжение там от минимального, там даже больше чем 230 вольт, и при этом у нас всегда будет на выходе правильная синусоида. Казалось бы, кому какая разница, при каком напряжении ниже 200 или ниже 180 запускается тот или иной насос? Ну, в розетке ведь у нас должно быть 220. Но если взять, например, наш город, то у нас в последнее время, ну, последнее время, это, наверное, последних лет 10, напряжение практически не опускается ниже 220 вольт, иногда даже и больше, там 230 бывает до 240. Но если взять районы, какие-то селы, то в районах очень часто напряжение действительно падает ниже 200, а иногда и ниже 180 вольт. И тут уже у нас возникают проблемы. Бывает, приехал человеку где-то в село, поменял насос, все, дал на него год гарантии, а он, например, через пару дней звонит, говорит, насос не работает. Ты приезжаешь, например, к нему на следующий день, там с утра или там в районе обеда, включаешь, все работает. Уезжаешь, вечером клиент звонит, говорит, мы начали стирать, а у нас опять машинка там не работает, не включается насос и так далее. Так вот, что происходит? Вечером, соответственно, значительно больше нагрузка идет на электросеть, на подстанцию, которая идет на какую-то улицу в селе и напряжение может падать довольно значительно. То есть, скажем так, это не редкость, когда напряжение падает ниже 200 вольт. Поэтому в таких случаях я не рекомендую, ну или, точнее, раньше не рекомендовал ставить насос и оскол с медной катушкой, потому что вот в селе этот насос уже может работать с проблемами. В таком случае я, конечно, и сам ставил, и рекомендовал другим мастерам ставить насосы Lely, которые запускались без проблем при вольтаже от 160 вольт. Итак, что мы должны здесь увидеть? У нас есть на переднем плане скажем так, пять трубок, куда выводятся вот эти вот шланги от насосов. Я их расположил таким образом, что первых две трубки это у нас, сюда у нас льют китайские насосы Lely. Средних три трубки сюда льет у нас оскол алюминиевый и крайние две трубки у нас льет оскол медный. Сзади пять трубок у нас тоже льет туда алюминиевый оскол. Помимо того, что мы сможем здесь увидеть вот через такие вот прорези, которые я заклеил скотчем, чтобы вода не ляпала, мы увидим собственно, что насос начинает уже лить воду и будем видеть приблизительно напор, какой он там будет идти. Также у нас здесь закреплен вольтметр, на котором мы сможем видеть, при каком напряжении начинает работать тот или иной насос. Ну что ж, вот мы добрались до самого интересного. я включаю в розетку латер и начинаю понемножечку поднимать напряжение. И теперь мы внимательно смотрим, какие насосы запустятся, начнут в общем-то нормально работать и при каком напряжении. так, ну вот мы в общем-то 100 с чем-то вольт мы слышим, что насосы вроде как даже уже гудят и работают, но они еще не запускаются нормально для того, чтобы поднять воду на такую высоту. И вот уже где-то здесь по идее должны, о, вот, значит 155 вольт, мы видим, что практически одновременно запустилось два крайних насоса, это два китайских Layli. Вот 155, поднимаем выше, еще чуть-чуть. Вот, смотрю, кстати уже вот на заднем плане, уже второй запустился, первый, второй, третий вот уже начал работать, четвертый, ну давайте дойдем до 180. Так, до 180 уже работают практически все, не работает только вот этот и вот этот, но я имею в виду из алюминиевых. Ну и вот, наконец-то, два алюминиевых оскола запустились уже на 195 вольтах. Дальше, конечно, они уже будут работать нормально при повышении напряжения, да, то есть мы можем даже больше уже поднять, видим 250. Ну и, конечно, если мы сейчас уже будем тоже опускать, то они тоже будут продолжать работать, там, наверное, все вольт, наверное, до 160 будут точно работать. Ну вот, сейчас 165, видите, то есть фактически нам нужно нормальное напряжение, ну, высокое относительно, только для запуска насоса. Дальше он уже может работать и при более низком. Итак, если подытожить, то, несмотря на то, что некоторые мастера ругали алюминиевые насосы, ну, как я уже повторюсь, по моему мнению, не обоснованно, вот, то мы видим, что в данном эксперименте они немного выигрывают у насосов оскол с медной катушкой. Вот, хотя, опять же, немного проигрывают китайским насосом Leili. Тут же вам самим решать, подходит вам этот насос или не подходит, в данном видео я поставил себе задачу просто показать вам, ну, и, в общем-то, для себя лично знать нижний порог напряжения, при котором эти насосы будут работать, для того, чтобы, в общем-то, знать, что говорить нашим клиентам, в общем-то, как и тем, которым мы меняем насосы, так и тем, кому их продаем. Если это видео вам оказалось интересным или полезным, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, ну, и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Пока! Когда запускается один насос, потом второй, потом еще раз, то есть происходит, скажем так, тестирование посудомойки, скажем, ее работоспособности, всех электрических цепей и всего остального. И получается, что этот тест не проходит удачно, в связи с чем машинка выдает вот эту двадцать четвертую ошибку и все, дальше мойка не идет. Так вот, как можно обойти эту ошибку? Опять же, обход этой ошибки, это временный, рано или поздно, скажем так, поработает, может она у вас еще полгода, может быть год вот так вы будете, скажем, эту ошибку обходить, запускать посудомоечную машину, но рано или поздно все равно вам придется менять циркуляционный насос. Так вот, как ее можно обойти? То есть мы, когда запускаем, например, посудомоечную машину, мы ее запустили, включаем, ее закрыли, сейчас она должна запуститься. Вот, кстати, запускается сливной насос, после нее запустится циркуляционный насос, и после того, как запустился циркуляционный насос и остановился, мы просто открываем посудомоечную машину, закрываем ее и дальше она работает нормально, то есть она уже не выдает двадцать четвертую ошибку. Я вам честно скажу, я не заладил в какой-то там, не знаю, в прошивку, не пытался разобраться в какой-то там ее функциях, в плане, как она запрограммирована и так далее, но я постараюсь объяснить, как я это себе понимаю. В момент, получается, когда мы ее запустили, у нас идет тестирование ее, и если мы в определенный момент открываем посудомойку, мы ее, получается, отключаем, потом закрываем, то есть фактически таким образом мы нарушаем этот процесс предварительного тестирования.